так еще раз доброе утро друзья из мемфиса мы проснулись позавтракали начинаем обход трак так масличка уровень суши масло не жрет вообще его где соль у меня четырехцилиндров водички зальем водички заканчивается у нас сейчас такая грязь так до сих пор не помыл надо заехать срочно все это сделать цвет желтый хорошо хоть так в общем сегодня мы разгрузимся тест очками и начнем загружаться назад на калифорнии хочу еще один раз съездить и все ребят и праздники надеюсь два месяца получится ли месяц хотя бы пересидеть снега и все там все полно-польный полтора голова залезла такой беру зимний extreme чё ну тебя ttiolpvvvvvvvvvvvvvvvvgyvvvvvvvvvvvvvvvdvvvvvvvvcvvvvvvvvdvvvdvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvdvvvvmavfvvjvvv dd15 они подожди какой 15 то что это это 60 на каскаде стоит это ж глади да я понимаю ну да 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 60 что сказать за иди послушаем все таки как он тебя работает что мне кажется он работает ненормально да ребят вот он глайдер ребилковский мотор на 2016 года вроде окей да вроде окей но когда после дня как он тебя поездишь останавливает он у тебя что-то закатит а чё солярка у тебя чистая фильтр даже нет а ты хочешь залить я только поменял масло и супер поменял а окей не ну все равно я не знаю что-то работа мне его не нравится у тебя трещины да масло полное и тебя да ну нормально я тоже по горам не по горам по барабану ну да ну там мы криво стояли в общем это 2016 ребят паскаде с детройтом 60 не знаю скажите комментариях как работает мне кажется немножко он что-то а сколько пробега 500 тысяч небольшой в общем не знаю трейлер в алимо поставлю сюда омываечку в общем у меня проблем нету маслечка все окей сейчас мой заведем она я свой не стране ребята не 10 раз больше пробега у меня все лишь 50000 пробега воротики подняли не ну ровно работал что-то скрипит кстати что-то скрипит какой звук ловики в общем хорошо работает мне нравится тоже масло он на нем недавно менял а у жеки каменс ну и каменс тоже вообще не слышно нормально работает ровно у тебя тоже ровно двигатель работает хорошо а у него сильно стучит почему-то что у тебя все окей здесь как тут теслочки живые ну пожрать не могу позавтракать не могу позавтракать а мед меда возьми банку тоже да баллона грязная а я не нормально у меня же вчера слетел один ремень а вот здесь вот этот прикинь когда мы на браке остальное сотру ремень слетел думаю не чушь я кстати тесла dual motor вот не знаю знаю что это хорошо знаешь что она типа это слушай царапины до царапины вот это 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 грязь точно достанешь пальцем царапина ладно короче что у нас царапин не было лишь а да не царапина ну ладно фух новые теслочки что-то не хочется царапин какая грязь это кошмар какой-то я не знал вау ты что такое масло что ли обалдеть откуда реально масло сил потек или дорожное масло обалдеть надо проверить я знаю что у меня один из один из подтекает вот этот кажется сил подшипник нужно проверить новый трейлер что по гарантии поменяли не забыть вот с пустыни у нас растения тут в общем такое да подшипник тоже опасно может натереть поцарапать машину поэтому лучше пусть он будет завернут витами уже от полировал так что груз надо следить постоянно тут хорошо подшипник все вроде бы окей ничего не под спущено все ровненько подшипник все погнали любят выезжаю потом заедут заправиться меня солярки еще хватает поэтому я еду сразу Пусть! Продолжение следует... 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 и уже доза отправляем едем дальше быстрая проверочка по резине резинка как нормально ты смотрю резинка ровно съедается у меня вроде как ничего хорошо сжирается правда пару гладей торчит я тут смотрю вот один и второй на что-то с ними делать но тут сама подкачка как бы пока проблем нету видно не дошли до конца еще потом нужно будет вытащить заклеить ремень у меня вчера слетал этот правый хорошо прицепил все-таки флажочек все дела это так отбудут что-то мне тут а напрягала с утра все это масло видел хотя щас не все сухо мне показалось куда-то масличка здесь я думаю дорожно не думаешь у нас это подтекает резинка сживается хорошо мишелин конечно ребят ну это лучшая резина мне кажется я одна из лучших скажем так ну еще у меня ведь у меня 22 диски 23 колеса она немножко проще резина лучше съедается мне кажется дольше ходит на два старых если бы 19 были бы немножко были бы было бы немножко похоже но ну так вот верочка все хорошо тоже вроде ничего не поджирает ну что машинка сколько тоже созрала у нас уже 300 долларов накапала немало дэв заправлять не буду потому что дэв есть ладно по мою стекла 420 долларов почти 135 галлонов залезло нормально ну что друзья товарищ взял я еще кофе ёчечка кусочек пиццы он пацаны подгребают уже заехали на панель так сейчас наверно постоим немножко я думаю еще можно ехать как раз 30 минут пацаны уже керемень тоже слетел на тестах видите как было сырость даже друзья смотрите проезжаю проехал сейчас на на момент 833 мили это пол бака у меня было если так считать но показывает у меня 70 в основном 75 бывает 7 и 3 вот а я варит 66 ну скажем 65 принципе в общем да на кархолеры и примерно 1500 1600 миль я проезжаю на двух баках это 300 галлонов тотал как считаете нормальный это расход или большой я считаю нормальным завихрением прицепа все-таки кархолерам неплохо я рады как бы машина уже обкатку прошла 54 почти 55 тысяч пробег так что так ну все заправили щас кстати сбиваем как я сбиваю ищем trip 1 830 нажимаем reset все и потом у меня потом у меня сейчас появится видите по нулям я сбил свой расход под по нулям сейчас появится по гораму по теннесси сколько у меня будет реально я всегда когда заправляюсь первый тип сбиваю а второе меня смотрите я уже кстати на калифорнию туда и обратно накатал 6143 мили и до дому мне еще тысяч 1200 1200 вот и того будет наверное 7 до 7300 миль это один из самых таких длинных путей которые я когда-либо общим рейсов которые делал на калифорнию так что нормально посмотрим сколько заработок будет сколько расходы мне интересно на техас я думаю что выгоднее если честно но калифорния неплохо тем что сейчас там идут тесла и они идут все с одного места это очень удобно это ну еще один разок на калифорнию еще один рейс надеюсь остановлюсь сан-франциско пускай дрон в этот раз хотел не получилось быстро уехал даже ночью вот и потом все потом становимся 10 декабря примерно на зимовку и месяца полтора-два наверно я буду зимовать посмотри может чуть меньше поеду отдыхать в инстаграме все будет смотреть навряд ли на ютубе буду отдых снимать но может что-то вот такие вот дела сейчас поехали я сейчас кстати прокомментирую немножко по поводу там всех этих замесов на ютюбе между нашими бочками ребятами как бы я туда влазить не буду потому что это не мое дело просто так что ребята продолжаем продолжаем с вами движения на восток друзья просто хотел сказать пару слов там потому что у меня в комментариях сказать пару слов про ситуацию вадима с рустамом туда впутали давида там у всех остальные ребята которые присутствует что как бы вы говорите прокомментирую там или скажи свое мнение по поводу этому что могу сказать когда я деталей конкретно сам не знаю бумаги не видел хотя говорят где-то они есть там ролик у давида было ролику вадима был я их не видел понимать и прокомментировать и что-то осудить кого-то из этих людей тоже не могу это пускай как говорится решает суд все чем-то там помочь одному другому это тоже это нереально вы сами понимаете уже посмотрели кучу я уверен кучу роликов от разных блогеров которые говорили об этом я горит ничего не буду церезно и то чтобы я стоял стороне там или еще че-то просто нету нету смысла это ничего не даст это только даст резонанс какой-то в мою сторону или еще че-то вот правильно это сделать не знает а это пусть делает вот как говорят суд решит все кто прав кто виноват и даже по-настоящему ну то правильно поставить себя вот так дело тут непонятно тут я не знаю сначала вроде бы как вадим лоханулся а с другой стороны вроде бы и и рустам лоханулся понимаете вадим принял деньги и комп компанию переписал как он говорит а рустам за которого тоже ничего не знаю он типа дал деньги короче я слушал слушал кучу этих роликов реально там ничего не понятно кто прав кто виноват потому что все классно умеет поставить вопрос высказать там свое мнение по этому поводу но одно неприятно знаете что было что цепляли цепляли сюда семьи детей какие-то там ругательство но ребята это вообще бред и что это все на ю тубе это реально бред что это все на ю тубе это зря зря может быть просто вадим хотел помощи от аудитории подсказки как правильно поступить хотя уже все решалось все это как бы решалась он знал что он делал получается так ситуация повернулась не в очень хорошую сторону бизнес не получилось сделать какие-то пошли наезды или грубость или наглость от рустама со слов вадима опять же со все со слов все ребят со слов все с роликов слов лично не общался не с вадимом мистер с формом вот просто я видел ваши комментарии здесь внизу под видео и все больше ничего я даже не знал об этой ситуации я потом уже зашел к вадиму на канал и посмотрел первую часть вторую часть третью часть что прокомментирует насчет этого ребят если бы это все замяли бы до ю туба договорились бы да было бы гораздо проще но много людей за и залезла уже на этот хайповоз понимаете и нереально как бы вадим получается все это выставил публично не знаю какую цель преследовал но может быть он сделал правильно может быть неправильно мне кажется может быть ну просто боялся что вот вся эта ситуация не получит огласки и все это будет не в его сторону не в его пользу и заранее решил предупредить своих подписчиков людей рассказать историю это опять же эта история как бы да эта тема можно снять делать youtube ролик мы просто мне кажется короче когда кажется окреститься на не буду чуть не хочу никакую сторону брать все в этом но говорю дай бог чтобы это все разрешилось чтобы каждый получил свою долю никто как говорится не потерял в этом и чтобы дальше ребята там работали дружили и все такое но были повнимательней в следующий раз когда происходит какая-то ситуация мне кажется надо немножко сканировать наперед потому что мне тоже много людей в комментариях в личку предлагали там работать вместе там спонсировать там компанию там еще что-то ну вместе делать понимаете это самая большая ошибка когда вы что-то делаете вместе я имею ввиду делите с кем-то то что вы создали сами но если ситуация плачевные какие-то спонсоры вас там на например да поддерживают не ждя от вас сильно большой выгоды это нормально а когда вы делите все что вы нажили вы подставляете под удар себя и ваших родных не окажется опять же это не мнение там что в один там не прав или прав это его личное дело его личная компания он имеет право делать все что он хочет вот и все но если происходит какая-то ошибка и человек переписывает там свои имения да скажем уже говорили много же компания много не стоит это правда но тем не менее имение что входит в компанию ну так там что оформила на компанию машина вот если это все оформила на компанию из сумма большая всего этого тогда опасно да а сама компания ничего не стоит поэтому вы уже слушали это объяснял и давид и вадим так что такой простой такой простой как бы комментарий по поводу этого стороны никакие не принимаю насчет ну конечно там дальнобой лайф сказали сказал вадим ну я думаю не прав он насчет дальнобой лайф что он так выразился всех людей думаю до конца он не знает и всех по данному ребенку не надо но хотя он всех и не говорил он говорил что не все а вот кто конкретно что тоже не говорил поэтому зачем и там ролик про когда лёха комментировал всю эту ситуацию может быть да лёха зря сделал что он полез в это все он тоже но он не адвокат и это это сложно разобраться в ситуации когда ты не научен как это делается правильно понимаешь если был бы соломон он бы все это раскидал за две минуты а ну в общем есть что есть лёха ввязался в это он понял что так и так он извинился но как бы опять же оскорблений он не заслуживает я думаю может да где-то что-то там как-то неграмотно сказал понятно люди разные я вот говорю я тоже не философ и мой интеллект как сказать разговор не супер интеллектуальный чтобы я вам раскидал и все это красиво но так как я могу я скажу понимаете да ну и учитывая то что я живу в америке больше чем в России у меня уже английский язык в голове есть у меня есть русские тут и примешаны украинские польские молдавские там и все такое вы понимаете и чисто говорить на русском нереально прям всю грамматику поэтому есть какие принимаете какие главное чтобы было желание высказаться и все так что друзья желаю в этой ситуации что опять же ребятам этим вадиму удачи и как говорится что все разрешилось благополучно также этому рустаму я его тоже не знаю конечно наверное по роликам вадима больше знаю чем рустаму рустам это вообще темная лошадка поэтому хотя он может быть тоже прав я не знаю опять же мошенник он не мошенник ну пускай все разрешится нормально чтобы не было повода делать еще эти ролики хайповые вирусные и обвинять друг друга оскорблять друг друга зачем всегда можно договориться ребята что вы а все можно договориться не стоит как говорится переходить на личности хотя часто часто вы видели что люди переходили на личности включали свои эмоции и тому подобное и тому подобное но люди разные каждый имеет на это право и уже там как это повлияет на его жизнь уже будет видно так что как то так и да ссори за такой скудный комментарий по этой теме вот но есть что есть например дальнобой лайф был и будет и не какие там пацаны не козлы там да или как там говорили шакалы там я уверен что это но это все было на эмоциях я уверен что и в один там не имели в виду так сильно оскорбить но слово не воробей назад не вернешь сказал сказал ответ вот и все ну не знаю все будет нормально и дальнобой лайф жив там реально куча классных пацанов друг другу помогут все что надо и все такое и это нормально даже там помогать друг другу это хорошо ребят ничего плохого в этом нету так что братство это нормально в общем желаю всем мира во всем мире ребята держитесь там смотрите ролики ставьте лайки кому не нравится дизлайки это все важно это дает нам фидбэк мы можем видеть себя со стороны и что-то исправлять это жизнь но самое главное я же говорю чтобы была жизнь без войны которая сейчас в интернете хотя и без нее тоже не сильно интересно так что ребят все будет окей главное чтоб никто не пострадал давайте все комментарий мой закончен вот я и пацанов догнал я немножко отставал останавливался на этом на отдых но догнал спит лимит маленький ой Егор зэка впереди мы уже почти в Вирджинии все еще по теннессе едем проехали дальше город ноксвилл часик назад скоро будем вершине скоро будем вершине скоро будем вершине и